Лучший русский писатель, лучший русский писатель даже, лучший русский писатель 19-го, 21-го веков. Там если шадова не будет, это как бы липовый список. Сразу выбор неплохой. Бунин мне нравится как литературный критик, как писатель он тяжело для меня читается лично. Ну и как бы традиции русской литературы, такие вот исконные традиции русской литературы, которые продолжал Бунин, мне абсолютно не милы. Я считаю эти традиции довольно унылыми, довольно скучными. Эти традиции меня скорее загоняют в депрессию. Пелевин безусловно здесь. В этом вид и побеждает Пелевин. Толстой. Без комментариев все понятно, Толстой. Гончаров или рассказ о семи повешенных. Кстати, я не читал этот рассказ, Гончаров, Обломов идет с нами дальше. Соответственно, соответственно, все проще. Просто что с текстами? Блядь, стоп! Александр Пушкин в скобочках повести Белкина? Нет, ну если сравнивать Варлама Шаламова и Колымские рассказы, и повести Белкина Александра Пушкина, то побеждают, конечно, Колымские рассказы Варлама Шаламова, безусловно. Но если сравнить все творчество Пушкина со всем творчеством Варлама Шаламова, Пушкин побеждает, потому что у Пушкина больше работ просто, больше разных работ. Не то, чтобы нас сильно волнует то, что Пушкин почти все спиздил, как бы скоммуниздил так или иначе, нас здесь не особо волнует, но Пушкин просто массивнее как писатель, более тематически разнородный и интересный. Блин, давайте без контекста произведений, потому что контекст произведений нас вводит в небольшой ступор. Ну, то есть, что за повести Белкина, вы что? Это далеко не самые сильные работы Пушкина, собственно. Не-не-не-не-не, ну, понятное дело, что колымские рассказы, если у Варлама Шаламова это еще норм, пойдет, да, как бы пойдет под пиво, то повести Белкина, но у Пушкина это вообще какой-то вот, какой-то вот не самый первосортный контент именно в рамках творчества Пушкина. Поэтому, ну, нет, ну, блин, как личность, конечно, Пушкин здесь все-таки побеждает. Платонова не читал, к сожалению, но если бы я прочитал Платонова, я ощущаю, это был бы финал где-то такой. Я очень уважаю Гоголя, Мертвые души, отличное произведение, одно из редких русских, одно из редких произведений русской литературы, которые мне лично нравятся. Вот прям вот, вот прям вот нравится, вот прям вот действительно хорошо, интересно написано, интересные персонажи, все красиво, все четко, вообще к творчеству Гоголя. Я к творчеству Гоголя вообще из русских писателей, я отношусь довольно позитивно. Меня большинство русских писателей нервирует. Толстой, Достоевский, Пушкин, мне кажется, они крайне переоценены, крайне неинтересны, мне не нравится их стилистика, мне не нравится вообще все, что они делают. У Чехова мне, например, нравится стилистика, но не нравится, что он с помощью этой стилистики делает, слишком обывательски. Гоголь не обыватель здесь, Гоголь интересный автор и интересный, в общем-то, такой творец. И Гоголя я, конечно, хочу пронести тоже ближе к финалу. Платонов, вот, к сожалению, не считал, прошу прощения, Платонов. Есть определенные, в общем-то, догадки о том, что Платонов очень хороший писатель, его многие хвалят. И я слышал, о чем он пишет, меня он как бы тоже прельщает. Скорее всего, я бы, может быть, его здесь выбрал, но пока что Гоголь пусть будет, пусть такая вот штука. Поздравляю Грибоедова, ну, Грибоедов с не самым лучшим произведением поэтическим, горе от ума, столкнулся с умственно отсталым дегенератом, который даже, блядь, слов двух связать на самом деле не может. Ну, повезло, повезло Грибоедову, Александру, большое ему, в общем-то, большое ему пожелание счастья вперед, да, он молодец, он молодец. А вот я Эдичка, я Эдичка, понятное дело, полное говно, конечно, полное говно, безусловно, полное говнище. Не то, не то не нравится, просто рандом нажму. Шо то, шо это, ну, без комментариев Достоевский, тем более братья Карамазовы, смотрите, смотрите-ка, да, смотрите-ка братья Карамазовы. Ну, здесь Стругацкий, Горький мне абсолютно противен, Стругацких я мало читал, но, ну, блин, на дне он же уёбский рассказ на самом деле, ну, такое, блядь. Стругацких я почти не читал, но они вроде бы фантасты, значит, воображение у них есть, Стругацкие, пусть пройдут дальше. Горького мы не котируем. Без комментариев, как бы, ещё одно умственно остальное чмо слилось. Оба автора не кажутся мне очень сильно оригинальными, хотя многих очень сильно переоценивают, да. Будем сравнивать исключительно по стилистике. По стилистике Антоша Чиханте, конечно, в несколько раз круче Толстого, в том плане, что более лаконично, более ёмко, более содержательно. Толстой, наоборот, более развернуто, более так сурово, более тяжело читаемо. Соответственно, Антоша Чиханте в данном бою должен победить, ибо краткость всё-таки сестра таланта, на мой взгляд. И если уж ты пишешь достаточно лаконично, значит, ты молодец по данному. Если ты можешь выразить то же самое в меньшем количестве слов, ты молодец, короче. И Антоша Чиханте с этим справляется. Ну, Ильфий Петров очень интересно, очень как бы забавно, забавное произведение «12 стульев». Моё почтение авторам, снимаю шляпу перед авторами, авторы молодцы. Одно из таких интереснейших произведений русской литературы «Респект». Несмотря на советскую пропаганду и прочее говно, но нормально. Довлатов мне довольно неинтересен, опять же. Произведения Довлатова достаточно мрачные, достаточно обывательские, достаточно, ну, вот такие, вот знаете, приземлённые. А я не люблю читать приземлённые вещи. Такие приземлённые вещи о маленьких людях, они меня как-то вот не сподвигают ни на что хорошее. Ну, вот просто литература о том говне, которое происходит у нас за окнами, да. У меня такая литература, ну, она мне не кажется литературой даже. Это просто скука, я могу это увидеть на улице. Если я читаю в книге то, что я могу увидеть на улице, если читаю в книге то, что я могу увидеть вообще где угодно, значит книга плохая просто, к сожалению. Ну, вот у меня такой критерий есть, есть такой. Эльфи Петров здесь, конечно, интересная ситуация, интересные персонажи. Голубое сало – гениальная хуйня. Вот-вот серьёзно, вот охуенно. Просто гениальная хуйня, ничего не могу сказать. Плохого. Сорокин – крут. Беляев, именно Человек-амфибия хуже, конечно. Хотя Беляев – фантаст вроде бы нормальный. Беляев мог бы пройти дальше, если бы я его читал. Вот в чём проблема, да. Бабеля не читал, Мастера Маргарита. Да, Булгаков, конечно. Ерофеева не читал, Тургенева читал. Отца и дети – говно, но идёт дальше. Никого из них не читал, Акунина больше слышал. Об Акунине больше знаю. Следующий раунд, следующий раунд. И следующий раунд поражает нас своей, в общем-то, утончённостью. Сейчас. Смотрите-ка, кто у нас столкнулся, да? Столкнулся Михаил Булгаков со своим Мастером и Маргаритой против Чехова. Чехова, Чехова. Кто круч? Кто круч? Антоша Чеханте? Или всё-таки Михаил Булгаков? Ну, Мастера Маргарита, например, мне мало понравилось произведение. Это хороший роман, хороший, но не то, чтобы мировая бессмертная классика. Хотя не считаю почти ничто мировой бессмертной классикой, да? То есть книжка довольно вторичная, на самом деле, Мастера Маргарита. С одной стороны, это пересказ всяких фаустовских мотивов, которые были в европейской культуре уже очень давно. Во-вторых, ну, сильные моменты Мастера Маргариты, например, это... Просто появление свиты Воланда. Сам Воланд отстой. Сам Воланд слит, я считаю, абсолютно слит. Абсолютно неинтересно наблюдать за взаимоотношениями Мастера Маргариты. Это прям дёшево. Очень дёшево. Очень хорошая первая сцена, когда непосредственно происходит отрубание головы. Да, берлиозу, когда голова откатывается, когда Аннушка проливает масло. Вот это очень хороший момент. А потом очень много сливов. И, понимаете, слишком уж слишком много сливных моментов, которые, ну, по-моему, совершенно неинтересно читать, которые являются лишними, которые являются романтизацией такой вот, знаете... Роман для девочек, по большей части. То есть, значительная часть романа, это роман для девочек. Вот все взаимоотношения Мастера и Маргариты, все упоминания Маргариты, это, вы знаете, такая вот билетристика дешёвая для девочек. Если оставить только вот этот момент, и получится, блядь, Сабрина, маленькая ведьма. Или что-то вроде того. То есть, это вообще не круто, как бы. Взаимоотношения Мастера и Маргариты крайне отвратительные. Воланд, ничтожный персонаж, к сожалению, не получился у Булгакова никаким... Не получилось у Булгакова изобразить дьявола. Ну вот никак. Ну вот не может он. У него даже свита, и свита, соответственно... Да, именно, Бегемот и Коровин топ. Согласен, слепой крот. Согласен с вами, слепой крот. Но очень много слабых моментов, конечно, в данном произведении. С другой стороны, с другой стороны, у Булгакова есть другие хорошие произведения. Можно вспомнить там роковые яйца, например. Такая вот штука интересненькая, да? Такая вот собачье сердце тоже можно вспомнить. С другой стороны, Антон Чеханте. Антон Павлович Чехов. Которого тоже много произведений. И Антон Павлович Чехов очень сильно повлиял на литературу. Если сравнивать этих двух людей по влиянию, побеждает, безусловно, Чехов. Чехов автор мирового уровня, ну считается автором мирового уровня, очень влиятельный, очень модный. Булгаков пониже, судя по всему, пониже. Но творческий потенциал Булгакова, мне кажется, все-таки выше, чем у Чехова. Чехов все равно остается в своем приземленном человеческом мирке. У него остается вот эта вот странная такая камерность, камерность происходящего. Камерность происходящего, в общем-то, такая камерность, комнатность, да? Бытовух, соответственно. Чехов очень бытовой автор, а вот Булгаков абсолютно не бытовой автор. Я здесь отдаю голос все-таки за Булгакова, но не за Мастера и Маргариту, а за все прочие его произведения. Причем Чехов круто пишет, технически мне нравится, как пишет Чехов, я бы даже с него пример брал. Именно вот техника, техника, краткость, сестра таланта, упрощение, предложение, это классно, это мне нравится. Ну а здесь Булгаков, все-таки Булгаков, в конце концов Булгаков. Малый Паруса не читал и не буду читать. Очевидный выбор, без комментариев, никакого вообще вопроса нет. Тоже никаких вопросов, Тургенев мне никогда не нравился, отцы и дети довольно дешевая тема, никакая там не вечная взаимоотношения отцов и детей. По-моему, ну, когда читал отцы и дети, мне показалось довольно глупо, наивно, сыро, а вот Лолита, да вообще произведение Набокова, нормально, хорошо, пойдем дальше. Ну, Грибоедов, горе от ума, как бы вам описать, что это, да, чтобы сказать, что такое, кто такой Грибоедов, что такое Грибоедов. Приезжает модный франк из-за границы, охуенный такой чувак, и давай всех вокруг, короче, въебываться ходить, да, это типа убер-маргинал, короче. А, блядь, вы не знаете аналитическую философию, ебучие, блядь, континенталы. Ну, вот, вот Роман на таком чуваке, который, образ которого изрядно романтизируется, в общем, да. Приехал образованный чел, начал всех троллить, короче, стебать, унижать. А судьи, блядь, кто? Че вы, блядь, сделали? Кто вы такие? Вот я прекрасный, образованный, в белом пальто стою, такой крутой западник. А кто вы такие чмошники, да? Очень-очень крутой дискурс, очень классно, но проблема, поставленная в произведении в этом, в горе от ума, она детская. Она надуманная. Более того, те акценты, которые ставятся в данном произведении, они тоже абсолютно детские. При этом, с другой стороны, у нас Федор Михайлович Достоевский, и у него там выписано, видите, в скобочках «Братья Карамазовы». «Братья Карамазовы» один из лучших романов Достоевского, прям, наверное, один, даже самый лучший, он менее-менее предвзятый, я бы так сказал. Ну, Достоевский часто грешит тем, что он предвзят к своим персонажам, он там изображает своих оппонентов, каких-нибудь там, атеистов, там, антиправославных, эгоистов, анархистов, хуистов, там, все, кто ему не нравились, они все обычно фрики, уроды, злодеи такие, ууу, какие они все уроды, гадкие, да? Абсолютно больные люди, убийцы, насильники, там, не знаю, либо сами себя убьют, либо их кто-то убьет, либо они все-таки в конце станут православными. А бесы, нет, у Достоевского как раз бесы говно, по-моему, прям, вообще одно из худших произведений, это отвратительная пропаганда, ну, то есть, именно вот по такому критерию, что он там выстебывает людей, с чьими взглядами он был не согласен, просто по-жесткому выстебывает. А братья Карамазова, она нормальная, нормальная, очень хорошая, ну, как очень хорошая, если учесть, что там, конечно, во вступлении просто четверть, четверть всего романа занимает вступление, ты, блядь, считаешь это вступление, думаешь, блядь, генеральша, три брата, когда это, блядь, закончится? Федор Михайлович, может, вы прекратите? Мне не нравится стилистика Достоевского вообще никак, я вообще не перевариваю структуру романов Достоевского, это, по-моему, надо очень сильно постараться так написать, чтобы твой роман был абсолютно непригоден для чтения, у Достоевского это получалось, соответственно, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Совершенно нечитабельная структура, и если бы Достоевский печатался в современное время, я думаю, его бы нахуй послали, ну, потому что сейчас требует структурности все-таки некоторый. Достоевский все равно побеждает, но оппонент очень слабый. Голубое сало. Ну, совки против не совка, как, 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 генерейшн пи, конечно, поехали. Очевидно. Следующий раунд, да. Ну, что. Вот оно, борьба. Вот здесь начинается настоящая битва, по-моему, все категории будут сейчас разбиты довольно-таки остро. У нас есть Набоков. У Набокова есть Лолита. Ну, далеко не единственное произведение Набокова, но Лолиту я хотя бы читал. Не скажу, что мне сильно понравилось. Честно, не скажу, что мне сильно понравилось. Что я могу выделить позитивного в творчестве Набокова? Ну, кстати, не только в творчестве, у него лекции есть хорошие. По литературе он и Достоевского, как бы там Достоевскому достается немножко. Критика Достоевского у Набокова топ, я ее даже порой заимствую. Относительно произведений. Что мне нравится в Набокове? Стилистика. Интересная стилистика. Хорошее описание. Нестандартный подход к работе с текстом самим по себе. Почему бы и нет? Позитивно. Но само повествование крайне скучное. Тоже, по большей части, обывательское, приземленное, земное. Но чувак-педофил, например. Например, чувак-педофил. Да. Испытывает невероятные чувства к малолетней девочке. О, да. О, да. Очень обывательная. На самом деле, очень обывательская ситуация. Ничего в этом такого нет. У нас педофилы. Вот, ну, не знаю, в Питере. Каждый второй, короче, человек в Питере педофил, короче. Я не знаю. Для меня это не то, чтобы большая какая-то новость. Тут, собственно, да, собственно, собственно, собственно. Если сравнивать Лолиту и Мастера и Маргариту, Лолита куда более смелый и интересный роман. Но если сравнивать все творчество Набокова, с которым я мало, к сожалению, знаком, но наслышан. Там скорее только стилистика и как бы и давит Набоков, понимаете? Автор, который тащит своей стилистикой против Булгакова, у которого все-таки есть воображение, хоть в каком-то смысле. Для меня воображение для автора, для писателя куда первичней, чем все остальное. Я не считаю Булгакова крутым писателем, но те все-таки навыки, которые есть у Булгакова, для меня важнее, чем те навыки, которые есть у Набокова. Вот так вот. Ну, здесь побеждает Гоголь. Но просто заранее говорю, здесь побеждает Гоголь. Безусловно, побеждает Гоголь, потому что Достоевского, вы знаете, я не люблю. Я не люблю исконно православную литературу, которая сделана в угоду православию, сугубо в угоду православию. Не люблю религиозность в текстах, не люблю призятость в текстах. Псевдофилософию не люблю и не люблю именно псевдофилософию. Очень многие называют Федора Достоевского философом, многие называют его психологом, хотя психология там, что за психология? Ну, просто переклад антропологии, именно христианской, православной, разделение души на добрую и светлую сторону, они постоянно борются и на этом строятся почти все конфликты в работах Достоевского. Ну, не нравится мне такое, слишком уж очевидно, слишком уж поверхностно, на мой взгляд, опять же. И при этом, знаете, ну ладно бы, ладно бы Достоевский был просто одним там из русских классиков. Это все простительно, как бы, все, что я сейчас сказал, все вполне простительно для обычного автора. Но это не простительно для иконы, которой поклоняется огромное количество людей, это не простительно для иконы, о которой в научных статьях, в научно-философских статьях пишет многочисленное количество авторов. Это все не простительно для человека, которого называют прям философом, с большой буквы. С учетом, что этот философ писал в основном только прозу. Понимаете, в чем дело? Если у Толстого есть, типа, как будто бы философские произведения, то у Достоевского нет и таковых. И в этом плане, в этом плане, Достоевский слишком переоцененный персонаж. Достоевский местами хорош, Достоевский местами интересен, но все его интересности и даже те места, где он слаб, вот они, как вы знаете, увеличиваются в десятки тысяч раз его фанатами. О, какой же Достоевский потрясающий, какой он невероятный. Гоголь не такой переоцененный, во-первых, но и Гоголь более интересный. Если мы рассмотрим произведение Гоголя, мы обнаружим там и какую-нибудь интересную фантастику, там какой-нибудь вий, что-нибудь там, не знаю, вечера на хуторе близ деканники, там тоже какие-то черти везде ползают, как-то интересно, весело. И все это как будто бы вмонтировано в нашу реальность. Это такой прото Лавкрафт, с одной стороны, а с другой стороны у него есть Мертвые души, который вроде бы реалистичный роман, но он настолько гротескный и забавный, что вот с этим романом хочется иметь дело. В этом есть какое-то воображение, фантазия, какое-то конструирование реально, да? Это интересно, это интересно. Понятие, в чем дело? Гоголь делает гротеск, так скажем, вот с таким улыбчивым легким лицом, а Достоевский делает гротеск с серьезностью, абсолютной серьезностью. Он абсолютно серьезен в своем гротеске. Тотальная серьезность Достоевского, она просто убивает, на мой взгляд. И это, это плохо. Это плохо, потому что эта гротескность с полной серьезной миной, она дает оценку определенным людям. И когда люди считают Достоевского, они начинают смотреть через его призму на мир, и сразу вот такие люди, как Шадов, как Штирнер, как Ницше, сразу становятся в глазах вот этих вот любителей Достоевского абсолютными ублюдками, с которыми нельзя иметь дело, с которыми даже разговаривать-то нельзя на самом деле, да? Достоевский дискредитирует огромное количество людей. Достоевский это писатель обвинения. Это как бы, знаете, это прокурор. Это литературный прокурор. Это человек, который вас, короче, пытается загнобить, если вы не соответствуете его взглядом. Гоголь полегче. Гоголь не прокурор, к счастью. И он не выполняет такой вот тотальной, колоссальной функции идола повсеместного, повсеместного идола, которому поклоняется огромное количество людей. Я думаю, Достоевский здесь проигрывает все-таки. Вот лично по моим оценкам Достоевский здесь проигрывает. Несмотря на то, что я считаю его, ну, вполне, ну, хорошим, нормальным писателем, Пушкин против Пелевина. Пушкин, писатель-плагиатор, у него огромное количество разных произведений, но почти ни одного оригинального. Почти все его сказки, это как бы, ну, они украдены. Это немецкие сказки, короче. Почти вся его лирика, она украдена, это французская лирика. Почти все, что есть у Пушкина, украдено. Я не знаю ни одного оригинального произведения Александра Сергеевича Пушкина. Серьезно. Пушкин за всю жизнь, на мой взгляд, из того, что я читал, не написал ничего, что заслуживало бы прочтения. Чтобы взять так, о, а я ни у французов, ни у немцев, ни у итальянцев, ни у греков такого же не видел. Вау! Ничего себе! Вот эта вот эмоция, или вот эта вот, вот эта вот позиция какая-то, или этот сюжет, или это описание, вот этого никогда не видел ни у кого, да? У Пелевина такое есть просто, понимаете, в чем дело? Когда мы сравниваем Пушкина и Пелевина, Пушкина и Пелевина, мы сталкиваемся с тем, что у Пушкина нет нового контента, а у Пелевина он есть. Несмотря на то, что Пелевин это эклектика, Пушкин это даже не эклектика просто, понимаете, в чем дело? Пелевин эклектичный писатель, он пиздит с Востока, он пиздит с русской литературы, он пиздит с западной, у него получается единая такая новая, интересная, классная, постмодернистическая мешанина. Пушкин даже и этого не делает. Пушкин не эклектика. Пушкин просто пиздит, как бы. Просто, просто, вот, 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 как бы пришел, срисовал, у него получилась картина. Пелевин. Безоговорочно Пелевин. Вообще без шансов. Обломов довольно скучный, грустный. Голубое сало гениально. Ну, как гениально? Оно хорошее. Оно интересное, оно смешное, оно насыщенное. Сорокин. Бля. Подвойной скримеров нет. Хорошо. Только зачем вы подвойной заказали? Ну, я так и знал, конечно. Кто еще мог? Кто еще это мог быть? Ну что? Голубое сало. Собачье сердце. Голубое сало. Голубое сало. Мастер и Маргарит. Голубое сало. Ммм. Роковые яйца. Голубое сало. Белый гвардер. Так. Знаете, на самом деле довольно тяжело. Я не очень люблю русских писателей. И меня не очень радует то, чем русские занимались на протяжении почти всего времени существования русской литературы. Вот вообще мне не нравится. Слишком сыро, слишком поверхностно, слишком неоригинально. Сорокин. Один из тех авторов русских, которые меняют. Вот это мое мнение о русских авторах. Правильно? И Сорокина. Поэтому я, в принципе, респектую. Но и Булгаков, на самом деле, не самый тривиальный русский автор. И Булгакову я бы воздал немножко чести. Булгаков норм. Он бы у меня и Пушкин... Он у меня Пушкин же вроде и победил, нет? Или нет? Не он. Ну, не важно. Он бы и Пушкина победил бы здесь. И много кого победил, на самом деле. Булгаков хорош. Булгаков незапоставимо хорош по сравнению со многими русскими классиками, которых мы считаем прям непревзойденными гениями. Но все-таки Булгаков, по моим критериям, прям на несколько голов выше. На несколько голов выше большинства русских классиков. А Сорокин, не являющийся русским классиком, он лучше. Как-то странно, да? Кто там? Ну, в итоге, наша главная цель, да? Не сделать так, чтобы в финале оказались два ебаных постмодерниста, во-первых, да? Это причина, по которой мы сольем Виктора Пелевина. Во-первых, во-первых, мы не можем себе пазмовалить такой вот страшной ситуации, из-за которой в финале окажутся два ебаных постмодерниста. Это плохо. Это плохо. С другой стороны, лучших русских авторов не предложено. Хотя Платонов, но я его не считал. Хотя Беляев, но я Беляева тоже не считал, поэтому мы их слили. Понимаете, к сожалению. К сожалению, два автора, которые могли бы претендовать тоже на первые места, я их не читал, к сожалению. А я вообще не очень часто считаю художественную литературу, и это меня отчасти, может быть, и печалит, а может быть, и радует иногда даже. Но это не так важно. Все позитивные слова о Гоголе, которые я говорил, они в силе. Творческий потенциал Гоголя очень высок был. И скорее он даже превосходит потенциал Пелевина, я думаю. Я думаю, превосходит потенциал Пелевина. Гоголь сделал для русской литературы, на мой взгляд, очень много, и он очень хорош. Несмотря на то, что он сжег второй том «Мертвых душ», он все равно шикарен. Я думаю, Гоголь здесь у нас прям вот, прям тащит, прям думаю, тащит. Гоголь молодец. Гоголь сильный. Гоголь один из тех русских писателей, которые меня прям вот, прям вот, знаете, не дают мне полностью разочароваться в русской литературе классической. Гоголь молодец. Гоголь держит планку, Гоголь держит планку. Виктор Пелевин, у него тоже хорошая планка. И здесь все-таки, все-таки по-честному побеждает Гоголь. Не потому, что мы хотим, чтобы в финале не оказалось два ебаных постмодерниста. А потому, что Гоголь действительно держит планку. Он один из тех, кто должен был пройти далеко в финал. Ну и вот, у нас тут Владимир Сорокин, Голубое сало и Николай Гоголь, Мертвые души. Кто же? Кто же? Кто же победит? Кто же победит, интересно. Голубое сало. Отличнейшее произведение. Прям, прям комбинация разных бредовых смыслов. Это прям топовый, топовый постмодернизм. Вообще, один из самых лучших постмодернизмов, который можно просто найти. Но, начнем с того, что Владимир Сорокин, современный писатель, до сих пор живой, до сих пор живой, между прочим, да. А писатель довольно поздней эпохи, соответственно, довольно поздней эпохи. Гоголь писал тогда, когда у него не было такого большого количества литературных примеров. Гоголь не мог прочитать правосточную философию, как Пелевин, да, не мог ознакомиться с доосизмом. Гоголь вообще много чего не мог сделать, соответственно. Гоголь был ограничен своей культурой, понимаете, был ограничен своим образованием. И у него не было возможности так классно постмодернистично смешивать разные вещи. Но при этом Гоголь придумал очень много всего нового. Хотя и Сорокин обыграл все очень по-новому и очень по-интересному. Оба хороши. Оба хороши. Оба хороши, оба интересны. Оба знаменательны. Я бы, на самом деле, был бы не проще того, чтобы Сорокин вошел, как бы, тоже, знаете, в такую русскую классику. Как и Пелевин, на самом деле. Наверное, это те авторы, которые из огромного количества русского говна, которые существуют, типа, Лимонова, Прилепина, Быкова, там, Улицкой какой-нибудь, Толстой, вот это вот, да. Вот, вот, вот Сорокин один из тех авторов, которые заслуживают того, чтобы войти в русскую классику. Если дети будут читать такую литературу про Мартина Алексеевича, там, да, и такое, такое, такое. То это не убудет, это, наоборот, заинтересует людей литературой. Спрашиваю, здесь учитывается труд или качество книги? Здесь учитывается множество факторов. Прежде всего, сравниваются авторы. Мы не можем сравнивать конкретное произведение. Тут, как бы, называется топ лучший русский писатель. Не знаю, зачем они произведение указали в скобках. Особенно с Пушкиным прям было, ну, очень неудобно, потому что, ну, Пушкина выбрали отстойное произведение в качестве, типа, основного или не основного, я не знаю. У Пушкина трудно выбрать что-то основное, просто, на самом деле. Потому что у него много всякого. С Вороного, да. Так, так вот, Гоголь. Все-таки Гоголь. Все-таки Гоголь молодец. Все-таки Мертвые души. Отличное произведение. И все-таки оно было написано раньше Голубого сала. И оно было создано раньше Владимира Сорокина. Гоголь один из тех писателей, который стоит непосредственно в фундаменте русской литературы. А Сорокин, он уже со стороны, как бы, наблюдает, критикует, высмеивает и работает со смыслами. Я здесь за Гоголя, понятное дело. Ну, вы поняли, да, что я склоняю вас к Гоголю в данном случае. Хотя Владимир Сорокин тоже очень хорош. Я выбираю Гоголя. Я выбираю Гоголя. Вот. Ну, давайте посмотрим, как там у нас складывается ситуация по писателям. Пушкин побеждает. А, Достоевский, блядь. Все мудаки выбирают Достоевского, понятное дело. Булгаков. Ой, маленькие девочки выбирают, скорее всего. Ну, список первой пятерки был предсказуем прям на 100%. Ну, Гоголь тоже сюда, видите, попал. Ну, Мертвые души хороший роман, читаемый. О, Пелевин, много у кого. Сорокин, нет. Господи, кто-то даже за Лимонова проголосовал, да ну. Ну, вы сумасшедшие, короче. Платонов, видите, Платонов прошел. Жалко, я Платонова не считал, надо было бы прочитать. Ну вот, друзья, вот такой вот поворот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!